Привет, вот Mad World, Age of Darkness, буквально вчера, вчера вечером запустилась игра. Чуть-чуть успел поиграть, там еще на прогрузке где-то час просидел. Может у многих такое было, да? Ну, играю в браузере, то есть играю сейчас в браузере открыто, на полный экран. И у меня где-то час просто на 81% стоял, а я потом взял, перезагрузился, в игру вошел. То есть такая хрень была, небольшая проблема с прогрузкой, да? Ну, сразу обращу внимание, это, наверное, первое, что бросится в глаза, потому что игра такая жесткая, достаточно ебнутая, да? То есть везде вот эти вот трупы лежат. Забавно, кстати, голова двигается за курсором, это я вот не так давно заметил. То есть игра такая в сеттинге Пой и Диабло, да? В таком более жестком, но тут прям даже жестче, чем опять же в том же Диабло. Действительно, то есть везде горы трупов, это прям вот с самого начала именно встречается. Но именно вот если говорить про саму графику, да, то есть прорисовано неплохо. То есть даже вот лица, то есть действительно такая прорисовка прикольная. По сюжетке бегаю. Вот успел, даже у меня какие-то тут синие шмотки есть, видите, даже желтая шмотка есть. Тут слотов, кстати, до хера. Тут, я так понимаю, что еще маунты есть. То есть у меня просто многое не открыто, какой у меня тут уровень четвертый. Тут уровень, кстати, не так быстро апается. То есть действительно такая, так скажем, по уровням не летишь. Опять же, это есть тут донатные фичи всякие. Мкэшшоп, то есть такое более что-то с криптовалютой, как я понимаю, связано. Как я понимаю, свой токен, наверное, есть у игры. Сорян. Есть такая энциклопедия, опять же, по приключениям. Но играет, то есть интересно. Я ее уже через полчаса не забросил, значит, все-таки играть можно. Так, мне предложили сейчас в город вернуться, я не знаю зачем. А, да, у меня тут какой-то квест есть на четверке. Тут есть три типа квестов, пока я видел. То есть желтый, это сюжетный. Еще зеленый и синий. То есть зеленый и синий, это уже такие, так скажем, второстепенные. Выбора классов тут нет. Ну, это во многих играх так, да. То есть выбора классов тут нет. То есть ты можешь просто, у тебя статы есть, атака, защита, сила, интеллект. Ну и вещи сами ману дают. А там уже по скиллам ты сам выбираешь. То есть вот у меня есть магию я могу взять, дальний бой, то есть ближний бой. Что-то с щитом, но щитов я даже еще не видел ни разу. Бездна, я не знаю, это что-то, наверное, что-то с некромантией связанное. И жизнь. Жизнь, это, видимо, что-то с хиллом связанное. Ну, у меня чисто вот четыре скилла ближних. Тут больше слотов, но пока у меня слота только четыре открыто. Мана заканчивается, то есть тут не как в Лос-Тарке. Да, тут мана реально может заканчиваться. Действительно. У меня вот есть жареный красный гриб, это на ХП. И сырой синий, это на ману. Правда, его, наверное, пожарить можно сырой синий, ну хрен с ним. Тут можно готовить, как в Нью-Волде. Ресурсы можно собирать, то есть вот те же цветки. Ну, скажем, как в Нью-Волде тоже, да, типа ресурсы. Все это можно собирать. Так, куда мне теперь предлагают продать Агуэра лечебный цветок? Агуэра. Так, а где Агуэра? Это не Агуэра. Так. По карте пока не совсем понятно, просто как его банально отдалить. Тут, кстати, прыгать можно. Вот в Ластарке и в Пое нельзя, и в Диабло, а вот тут можно прыгать. То есть тут есть прыжок, а есть вот такой подкат. Сразу плюс Реп, то что можно прыгать. А, да, вот. Во, вот такая карта, кстати. Вот такая карта. Я так по ним... О-о-о-о, я только сейчас увидел, если что. Прям как в Нью-Волде. Такая красная гора, видите, какая-то там, наверное, какой-нибудь супербосс будет сидеть. О-о-о, тут такой мир. Я так понимаю, тут большинство не открыто. То есть тут... Я не знаю даже, какая локация доступна, до какого уровня. Вот 69 есть. А дальше не вижу. Наверное, возможно, это... Тут пока и не открыто дальше. То есть игра все-таки тестируется, да, как я понимаю. Не знаю, там альфа или бета. Но пока тестируется. Дошел я до грязного леса. Так. Нет или... Так. Блять. Так, сейчас посмотрим. Сейчас все посмотрим. Я как-то телепортировался. То есть я умею, я просто... А ну-ка. Я просто не помню на самом деле. Вот такая вот анимация тут есть. Есть кат-сцены тут. Мрачная такая сюжетка. Да, все это есть. Опа. Значит так. Все, у меня вот действительно вылетело. Вот я впервые вижу эту ошибку. То есть это именно на прогрузке вылетело. Давайте квест отдадим вот мужику. Ну, это вообще через грибы бездны порталы осуществляются. Вы, наверное, заметили. Так, квесты. Видите, как то, что я говорил. То есть у этого деда у него зеленый квест. Как-то шлюха помойная посмела выгнать меня в вождя лагеря. То есть тут перевод такой локализации, она без стеснения сделана. Тут такие, да. Видите, зеленый квест. Есть вот синий. Забавно, что со стражниками можно драться. То есть в страж лагере, я помню, я как-то одного атаковал. То есть действительно есть такая херня. Но у тебя минус реп это не делает. То есть тебя не будут где-то в городе атаковать. По идее. Да, оружие свапается. Сразу скажу. Видите, у вас переключает первое оружие на второе. То есть у меня только одно оружие. Оно прям в руках меняется. То есть тут из дальнего оружия есть лук. Если я не ошибаюсь, арбалет. И есть жезл. То есть поняли, тут жезл именно не просто для усиления мага урона. А тут жезл, это именно оружие дальнего боя. То есть оно стреляет. Такие вот тут статы есть. Безумие я только сейчас увидел. Безумие интересное. Перевод неполный. То есть хорошо хоть на английском, а не на этих, не на китайских иероглифах. Что-то переведено на английский, что-то нет. Некоторые диалоги на английском. Но я язык не менял. То есть тут язык, он сам как-то определился. То есть я даже язык никак не настраивал, кстати. Так, давайте синий квест. Я все квесты делаю, в принципе, голду дают. Почему бы и нет? Что нам еще надо? Красным отмечены сюжетные диалоги. Ну, я имею в виду не сюжетные, а которые квест пушат. То есть есть опциональные такие серые фразы. Они никак не влияют. Похоже, вот здесь язык. Тогда я скажу тебе, с чем я здесь занимаюсь. Может, вы сами хотите попробовать. Ну, как мне этот старый мешок подальше отсюда. Видите, то есть уебки тут полные. Вот, например, он над дедом издевается. И вот тут так везде. То есть, типа, есть некоторые нормальные челы, но в основном вот такие уебки. То есть такой жесткий мир, просто апокалиптический. То есть тут демоны атаковали этот мир. И еще вот людишки тоже, типа, уебки такие. Ну, тебе тут выбор дают. То есть ты можешь по-разному себя вести. Так скажем, либо хорошо, либо плохо. То есть тебе дают, на самом деле, выбор в диалогах. А как в мешке, я говорю, если ты не видишь, он безнадежно болен. Так, к тому же, транжирит нашу еду. Они трупы едят друг друга. То есть тут вот такая хрень. Если что, я читаю. Я просто мне вслух впадлю читать, вы и сами фразы видите. Но я, если что, просто про себя читаю быстро. Так, пойдем, поможем. Постой, Клар? Его зовут Клар, я это имя помню, Клар. Так, мобы напали. Изи. Блядь. Они же его не убьют, я надеюсь. Хотя у него хп уменьшается. А, мне нужно его дефать как раз сейчас. Много урона, в принципе. Мобы быстро отлетают. Золото само подбирается, если по нему пробегать. А, ну-ка. Это, это я даже чужое золото могу подбирать. Так. Все, дайте поговорить. Давай продолжим путь. Клар, я помню это имя. Оно где-то в диалоге проскальзывало в одном квесте. Спаси меня, спаси. Надо спасти этого деда. Видите выбор? То есть, можно отдать этого деда Клара. Клара, вот, чтобы этот его убил или что-то сделала. Можно дефать его. То есть, давайте не отдавать Клара. Все-таки мы хорошие люди. Придется с ним пиздиться, походу. Что-то на типа босса. Ну, давай. У меня урона до хрена. Мана заканчивается, действительно. Ну, я с автоатаки добью уже. Вы мой спаситель. Видите, спас чувака. То есть, тут не только золото валяется. Можно просто даже понили бота сделать, чтобы бот бегал персонажем, голду собирал. Если что, я не призываю. Это просто шутка. Это просто шутка, не более того. А ну-ка, во время фразы будут атаковать? Интересно, мне урон сейчас наносится или нет? А, нет. Мы боты отогреваются просто во время разговора. Так. Райская башня какая-то. Когда-нибудь сюда придет мой слепой отец, и мы втроем снова будем вместе. Да, да, да. Я с его отцом разговаривал. То есть, видите, как все связано. Я с его отцом разговаривался. У него дочь еще есть. То есть, вот этот вот сын, еще дочь есть. И это дед есть, в деревне живет. То есть, их отец. Угу. Может быть, левел ап какой красивый. То есть, можно, наверное, привезти их всех сюда, и какой-то мега квест выполнится. Супер-дупер квест. Все, тут окончили. Тогда по сюжетке дальше пойдем. Можно прыгать вот так. Кстати, энергия заканчивается. Трупы. Ну, как я сказал, это тут повсюду. То есть, трупы. Вся вот эта хрень. Это тут сеттинг такой мрачный, ебнутый. Кстати, пользуясь случаем, да, подписывайтесь на канал. Замечу, я никогда этого не говорю. То есть, заметьте, я никогда этого не говорю. Но сейчас скажу. Подписывайтесь на канал. Мне это приятно, разумеется. То есть, про твич тоже не забудьте. У меня твич есть. Опять же, увижу активность под этим роликом. Значит, можно будет все-таки постримить, да. Эту игру я еще в Lost Ark играю. Но его особо стримить там нечего. А так, покажите активность. Да, обязательно надо будет тоже. Эту игру постримить. Так. Опять же, про себя читаю. Я читаю в диалоге. Впадлу, потому что вслух. Видите, он на азиатском языке говорит, на китайском или на каком. То есть, локализация только письменная такая. Да, и то не везде. Поможем ему? Он мне какую-то информацию должен дать. Фу, блядь. Да, такая вот блевотная игра в некоторых моментах. Действительно. Такой своеобразный сеттинг. Я понимаю, что, наверное, не по всем по вкусу придется, да, эта игра. Но, не знаю, может каким-нибудь частюлям, там, да, таким белым воротничкам. Может быть, не всем, так скажем. Но, видите, то есть, экшен-рпг для меня, как для любителя экшен-рпг, то есть, я не мог не поиграть. Так, пойдем. Трупы зеленым подсвечиваются. Но с ними ничего делать нельзя. Я не знаю, зачем они подсвечиваются. Может, какой-то скилл прокачать надо. Пухленькая какая. Внутри должно быть куча личинок. Поняли? Он, типа, личинки из трупов жрет или что-то такое. Так, маленький синий гриб. Синие грибы, они на восстановление маны. Их стоит подбирать. Все-таки, интересно, тут есть аукцион в игре? То есть, как тут торговля осуществляется? Вот я не обратил внимания. Левел тут, как я понял, больше с квестов. Дань с убийством обоих лапается. А левел тут именно с квестов больше. Попросить волна поделиться личинками. Ну, смотрите, надо делиться, действительно. Чё, ему жалко, что ли? Да, действительно, пусть поделится. Сейчас они будут драться из-за того, кто от червяков жрать будет. Такая ёбнутая игра, да. Да, вот такая игра. Бля, я думал, сейчас опять вылетит. Кстати, вот эти личинки лопаются, если по ним пробегать. Интересно. Такая игра, да такая ёбнутая, сумасшедшая, видите. Я так понимаю, там достаточно жёстко в кровавом болоте, но нам туда и надо. По сути, у меня какой-то квест есть, следовать звукам плача. Давайте посмотрим. Кому тут, может, помощь наша нужна? Интересная игра, то есть квесты выполнять не впадлу. Раненый чёрный волк, это, походу, френдли волки. Наблюдают за волками вблизи, лают. Такий вот этот пёсик, он добренький, кстати, добрым выглядит. На них, наверное, волки злые напали. Надо задефать. Видите, то есть наводим порядок на этом болоте. Описания скиллов тут нет, сразу скажу. То есть тут есть именно в плане КД, в плане урона, но тут именно не написано. Вот знаете, в поге есть полное описание. То есть там персонаж крутится, вертится и так далее. Тут такого нет. То есть именно вот такого развернутого описания скиллов. То есть тут именно смотришь по факту, что он делает. То есть не везде понятно вообще, по площади скилл дамажит или нет. А бедные пёсики. Надо им помочь. Какую-то волшебную траву достать. Так. Надо показать им, что я с добрыми намерениями, наверное. Так, медленно, медленно. Так. Так. Даже спасибо не сказали, ага. Такой вот быстрый квест. Меня ждали, ага. Фак, а я минуту завольно хусюрое загорит. То есть да, тоже и в выражениях, да, так скажем, неограниченный такой тут перевод. Кстати, за каждый уровень дают по 6 характеристик. Я вот забыл тоже распределить. Ну, я думаю, я через милищника буду, да, то есть через такое. В принципе, я просто атаку хреначил. Инта как бы на ноле. На нуле. То есть тут атака сразу и физический, и маг урон повышает. Забавно, что тут атака, она еще уязвимость повышает. Видите, там на одну тысячную процента. То есть забавно. Ты как бы и урон повышаешь, и урон по себе повышаешь. Входящий. То есть забавно. Тут нужно именно чередовать как-то защиту и атаку. Ну, вот там защиту на 1, например. А ну-ка, что это? Тут скиллы проучиваются через камни. То есть тебе игра дает. Ты их прожимаешь. Видите. Правильно же я говорю? Да, видите, у меня какой-то скилл второуровневый прокачался. Только вот я не знаю, его можно. Да, видите, у меня рассекатель левел 2. На букву К внимание не обращайте. Тут буква К, она как бы, так скажем, не добавлена в игру, видите. Буква К, она везде во многих случаях пропущена. То есть она не пропущена, а просто как будто затемнена. Не знаю почему. У меня опять рассекатель уровень 2. Так я же уже вкачал на уровень 2. Это, прикиньте, типа вот столько можно уровней качнуть. Это же сколько? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9, 10. Блядь, короче. Очень много, да, тут можно уровней качнуть. Действительно, скилла. Видимо, за квест или с боссов будет падать. Ну, я сразу все просто прожимаю, потому что, а хули еще кто делать с этим? Вот это я не знаю что. Это шмотку, да, улучшает, видимо. Я так понимаю, что да, это улучшает именно вещи. Ладно, не хочу такими вещами разбрасываться. А, кстати, это какой-то лагерь новый я открыл. Лагерь Крововое Болото. А портал есть? Пока я не забыл. О, кстати, тут огромный город, если что. Тут город даже больше, чем стартовый, дефолтный. Большой такой город. Вот. Как-то так. Накидайте реакции. Да, опять же, мне будет приятно видеть. И опять же, надо будет постримить эту игру, потому что она прям завлекает. То есть, хочется в нее поиграть, действительно. А тогда обязательно лайк, подписка. Как-то так. Продолжение следует...